Привет, друзья! Как поживаете? Как я? Ну, всё отлично. Как раз собираю чемодан. Куда я отправляюсь? Хм, рад, что вы спросили. Я собираюсь в путешествие к ближайшей чёрной дыре. Отважный поступок. В нём весь я. Но не волнуйтесь, вы отправитесь со мной. Вас ждёт увлекательная видеотрансляция. Усаживайтесь поудобнее. Для начала я хотел бы рассказать про свой космический корабль. Имя этого молниеносного красавца — непобедимый. У учёных вряд ли получится создать нечто подобное в ближайшие годы. Как мне удалось его заполучить? Ну, у меня свои секреты. Расстояния в космосе невероятно большие. Путешествие займёт куда больше времени, чем вы согласитесь провести в дороге. Например, станция Voyager 1, запущенная в 1977 году, перемещалась по солнечной системе со скоростью 64 тысячи километров в час. Если бы мой корабль двигался с той же скоростью, то я бы смог добраться до ближайшей звезды лишь за 77 тысяч лет. Да-да, а галактику Млечный Путь я не смог бы пересечь и за миллиард лет. Но, к счастью, непобедимый способен на большее. Простите, я забыл представить вам моего компаньона. Прости, Лем. Лем — робот, оснащённый искусственным интеллектом. Поэтому я возлагаю на него большие надежды. Будет с кем скоротать время в путешествии, и к тому же он сможет помочь, если что-то пойдёт не так. Что ж, пора отправляться в путь. Мы на старте. Три, два, один. Поехали! Да, Земля уменьшается в размерах так быстро. Кажется, что прошло несколько секунд, а мы уже отдалились более чем на 300 километров от её поверхности. Сейчас на Земле день, поэтому я отчётливо вижу, как сияют великие озёра. Ого, я только что заметил нечто огромное по левому борту корабля. Возможно, это… Точно! Это Международная космическая станция. А вы в курсе, что это самый дорогой объект, созданный человеком? Неудивительно, ведь её цена — 100 миллиардов долларов. На эту сумму можно приобрести 250 лайнеров Boeing 747, ну или пару лувров со всеми их шедеврами. Из иллюминатора МКС кажется огромной. Её длина составляет более сотни метров. Это практически длина футбольного поля. Ну что ж, я не могу позволить себе задерживаться. Меня ждёт чёрная дыра. Я отдалился от Земли на 2000 километров, и сейчас вокруг меня одни спутники. Я слышал, что они находятся на разном расстоянии от нашей планеты. Самые близкие примерно в 2000 километров от Земли — это в 4,5 раза больше протяжённости Великого каньона. А самые удалённые расположены на расстоянии более 35 тысяч километров. Это почти длина окружности нашей планеты, которая составляет 40 тысяч километров. Кстати, немногим известно, что спутники перемещаются с невероятной скоростью — от 11 до 29 тысяч километров в час. И чем дальше от Земли расположен спутник, тем медленнее он движется. Например, система погодного мониторинга ГОУС огибает орбиту Земли раз в сутки на расстоянии более 35 тысяч километров от нас, развивая максимальную скорость в 11 тысяч километров в час. Но вот уже и спутники оказались позади. А мой космический корабль уже унёс меня Элиама к Луне, расположенной в 384 тысячах километров от нашей планеты. Примерно такое расстояние вы преодолеете, если решите обойти Землю вокруг 10 раз. Отсюда она выглядит как маленький голубой шарик в центре бесконечности. И знаете что? Из иллюминатора моего корабля я отчётливо вижу, что Луна имеет отнюдь не форму шара. Она скорее напоминает яйцо. Невероятно. Вот и всё. Прощай, Луна. А мы направляемся дальше. Вижу Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун. Во всей их красе. А вот и Плутон, который раньше был планетой, а затем его понизили в должности. Отсюда Земля кажется небольшой звёздочкой, которая становится всё меньше и меньше, пока летим дальше. Но стойте, что это? Нечто приближается ко мне на огромной скорости. Это Тесла? Так близко. Мы чуть было не столкнулись. Всё произошло так быстро, что я не смог ничего толком рассмотреть. Но я более чем уверен, что это была Тесла. Я нахожусь невероятно далеко от родной планеты. Примерно на расстоянии в 100 астрономических единиц. Дело в том, что дистанции в космосе настолько велики, что их сложно выразить в километрах. Поэтому учёные используют термин «астрономическая единица». Она равняется 149,5 миллионам километров. Или расстоянию от Солнца до Земли. Таким образом, я нахожусь на расстоянии 15 миллиардов километров от нашей планеты. Но что происходит? Почему нас так трясёт? А-а-а, понял. Мы проходим границу ударной волны. Место, где солнечные ветра, дующие со скоростью 400 километров в секунду, сталкиваются с другими объектами в галактике. Да, мы сделали это без единой царапинки. Но впереди нас ждёт ещё одно испытание — облако Оорта. Это значит, что, во-первых, мы находимся на границе Солнечной системы. Во-вторых, нам придётся преодолеть пояс замёрзших объектов, расположенный на расстоянии 100 тысяч астрономических единиц от Солнца. Или в 1,9 светового года от Солнца. Фух, должно быть сегодня мой счастливый день, так как мне удалось пройти сквозь облако Оорта, получив при этом лишь пару царапин на борту. И вот перед нами всего в десятой части светового года — граница Солнечной системы. Кстати, если вы задумаете добраться сюда на автомобиле, весь путь у вас займёт более 19 миллионов лет. И даже если вы будете управлять мощнейшим из космических кораблей современности — новыми горизонтами НАСА, для этого путешествия вам всё равно потребуется 37 тысяч лет. Не забудьте взять с собой бутерброды. Итак, мы покинули пределы Солнечной системы. И вот я сижу в кабине и наблюдаю за кометами и астероидами. Самое время рассказать вам о пункте моего назначения. В центре почти каждой галактики расположена сверхмассивная чёрная дыра. Такая есть и в центре нашей галактики Млечный путь, примерно в 27 тысячах световых лет от Земли. Но даже мой корабль не сможет долететь туда и к моему сотому дню рождения. Поэтому мы отправимся к чёрной дыре звёздной массы. Она ближе всего к Земле, но меньше в размерах. Хотя от этого она не становится менее загадочной. Это В-616 «Единорога», расположенная в трёх тысячах световых лет. Её масса примерно в 9-13 раз больше массы Солнца. Чёрная дыра — это такое жуткое место, где не действуют законы физики, изученные в школе. Когда в огромной звезде заканчивается топливо, она становится невероятно плотной. Затем, под действием собственной массы, она разрушается изнутри, затягивая в себя пространство-время. В результате гравитационное поле объекта становится таким мощным, что ничто не может избежать его. Даже свет. И вот мы приближаемся к чёрной дыре. Совсем скоро я отправлю Лиэма изучить её изнутри. Но сам, конечно, не рискну пересекать её горизонт событий, известный как точка невозврата. Полагаю, вы догадались, почему. Как только объект пересекает эту невидимую линию, он уже не сможет вернуться обратно, даже если передумает. Но Лиэм говорит, что готов к путешествию. И вот он отважно входит в чёрную дыру, а я записываю всё происходящее с ним. Он ускоряется. Кажется, что он вытянут, будто я смотрю на него через огромную лупу. Интересно, но чем ближе мы к горизонту событий, тем медленнее он движется. Он пытается отправить мне световой сигнал, о котором мы договаривались ранее. Но лучи света багровеют, их частота замедлилась. Всё хорошо. Всё хорошо. Что происходит? Лиэм замер. Будто гигантский палец нажал на паузу. Теперь какая-то невидимая сила растягивает его. Я читал об этом явлении. Это печально известная спагеттификация, которая происходит в сверхмощном неоднородном гравитационном поле. Сила притяжения чёрной дыры в большей степени воздействует на ноги объекта, чем на его голову, поэтому его и вытягивает, словно спагетти. Сенсоры докладывают, что Лиэм нагревается всё сильнее, а затем он просто исчез. Его нигде не видно. Но ещё до полёта я проводил исследование и выяснил, что Лиэм будет находиться в состоянии свободного падения, и на него не будет действовать ни радиация, ни сильнейшая гравитация. К сожалению, связь с ним потеряна, поэтому мы не узнаем, каково это оказаться внутри чёрной дыры. Да, этот момент я не продумал. Но я искренне надеюсь, что с моим другом всё в порядке. А я, пожалуй, отправлюсь домой, готовиться к новому путешествию. А как вы думаете, может, в следующий раз мне стоит самому исследовать чёрную дыру изнутри? Отвечайте в комментариях. Если вам удалось узнать сегодня что-то новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Но не спешите становиться спагетти, у нас здесь 2000 видео для вас. Всё, что нужно сделать, это выбрать левое или правое, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни вместе с Эдми. Субтитры создавал DimaTorzok